Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вон, пожалуйста, сейчас можно прям набрать в поиске, так сказать, любое набрать и это. То есть, а химера это что? Химера это чуждая, так сказать, мутация, правильно, да? То есть, понимаешь, я подвожу. Спорт изначально это мутация. Понимаешь, да? То есть, высшие достижения, а необыкновенному человеку не по силу. Я к тому речь веду. И поэтому, как бы, есть такой перевод, на самом деле. Химера, мутация. Давай от этого слова отойдем в сторону и вернемся к слову «фитнес». Соревновательный фитнес. Да. Да, вот смотри, бодибилдинг женский – это соревновательный фитнес или нет? Во-первых, это разные категории. Нет, это класс, как бы, категории, класс, номинации. Давай за это слово. Что мы сравнимся? Мы сравним фитнес и бодибилдинг или сравним соревновательный фитнес и фитнес? Смотри, мы все, получается, мы все из сферы фитнес-индустрии, правильно, как бы, да? То есть, по идее, вгоняем туда. Я к тому, что, так сказать, вот женский брюн, там, 4 номинации, они все все-таки имеют право жить как фитнес, или все-таки женский бодибилдинг все-таки. Я хочу от тебя услышать, что это такое вообще? Изначально, с чего пошло все-таки, да? Да. Ну, то есть, как бы, конечно же, основное положение, то, с чего мы начали. Точка отчета это была, это был бодибилдинг. Да. Но он в каком виде был? В каком он был? Ну, в 80-х годах он был такая, лайт-версия. Ну, я думаю, что некоторые бикинистки сейчас бы это сказать. Могли бы там спокойненько выступать. Выглядел покруче, чем мистер, мисс Олимпиэм. Там, первая, да, там, и так далее. Но к чему? То есть, как бы, изначально это было, началось, но оно начало развиваться, и уже просто пошли в разных, абсолютно в разные стороны. Так все-таки бодибилдинг это не фитнес. Женский. А бодифитнес? Это фитнес? Честно? Я вот задаю дурацкие вопросы. Я тебе специально задаю дурацкие вопросы на самом деле, чтобы, так сказать, попытаться тебя немножко раскрыть. Понимаешь? Я просто хочу понять, или я не совсем понимаю вопрос, или у меня уже... Я его говорю, что я задаю дурацкий вопрос. Специально задаю дурацкий вопрос. То есть, на самом деле, у нас федерация называется, и у вас федерация в Украине называется, федерация бодибилдинга и фитнеса. Правильно? Она же не просто так называется. То есть, не просто взяли и так и назвали, да? Речь идет все-таки о соревновательном фитнесе. Ты представляешь конкретно женский фитнес. Правильно? Да. Так вот, я хочу сказать, бикини фитнес, бодифитнес, слово тоже присутствует. Все-таки это фитнес в твоем понятии или нет? Я тебя пытаюсь туда подтянуть. Вы хотите подвести меня своими уточняющими вопросами на ответ, которые вы хотите, чтобы я... Ну, по итогу можно сказать, что да. Нет. Ну, я считаю, что нет. Вот, я хотел бы ответ, но на самом деле был нет. Потому что на самом деле, вот сейчас происходит тенденция такая, что делают все, чтобы, вольно или невольно, чтобы уничтожить фитнес как таковой, как класс. Хотя на самом деле, это на самом деле, как бы, тот класс, который не то, что имеет право на существование, он должен иметь право на развитие, иметь право на, не знаю, на самые высокие оценки в денежном эквиваленте. Происходит, но происходит это в детском фитнесе. Ты знаешь, детский фитнес, я тебе скажу, что, вот, я не все понимаю в детском фитнесе, кроме, это сказать, оценки раунда тела. Я тебе сказать не понимаю. Почему? Я хочу просто... Как можно 9 лет, там, 12 лет. У них позирование оценивается. Ну, как оно оценивается, позирование? Все выходят, на мой взгляд... Не я писала правила, как бы... А там в правилах написано так, что... Там позирование и пропорции оцениваются. Ты знаешь, вот, не буду с тобой сейчас вступать ни в какую полемику, не разбираюсь в этом вопросе и разбираться не хочу в детском фитнесе. Я хочу просто уточнить, почему умирает фитнес? Почему? Потому что нету... Мы не воспит... У нас нет никакого воспитания именно... То есть, любой спорт идет, дети, юниоры, взрослые, да? Да. А тут нет этого. То есть, откуда взять спортсмена взрослого? Ну, как, из акробатики, из художественной гимнастики. Да, и на самом-то деле, художественная гимнастика умирает, и акробатика умирает. И они не хотят куда-то идти больше. Вот я, честно говоря, этого не могу понять, потому что вот у нас в Крымграде очень сильная школа художественной гимнастики. Девочки очень хорошие, очень много, но после 15 лет они все пропадают. Они все пропадают. Они наедаются спортом так, им не интересно. С ними, Оксана, вот конкретно, там, на день физкультурника нас там строят, мы вместе. Всегда подхожу, общаюсь с преподавателями, с тренерами, с девчонками, то есть, как бы... Ну, в лучшем случае, одна из десяти кинет головой, но не придет. Не приходит. Хотя все условия для них, в общем-то, создаем конкретно. То есть, их мало. Одну-двух как бы выцепить, если попробовать хотя бы. Они уже готовы. Хорошо, вопрос зачем? Как зачем? Как мотивировать девушку? Никак, получается, да. Если, допустим, она была в спорте, она реально понимала, какие у нее цели, как бы перспективы выполнения мастера спорта, кандидата, и там мастера очень редко присваиваются. Она выполнила, у нее технический навык случился, она все выучила, все элементы, все. Что здесь? Соревнователь, который должен вкладывать свои деньги, время, здоровье, как это называют. Это дорогое хобби. Что получится в итоге? Мне трудно с собой спорить, потому что на самом деле это и говоришь сейчас правду. Я могу, конечно, вести разговор в сторону, чтобы показать, что на самом деле это не так, но мы этого делать не будем, потому что опыт личный говорит о том, что ты права в игру. Но они думают, что ты кому-то открыла какую-то правду. Ну, правду, понимаешь, конкретный пример. По запрошлом году девчонка была, там вообще просто улет. А потом раз я с тренером общаюсь, она говорит, что она просто ушла в никуда. То есть она, как правильно сказал, спортом, видимо, она жралась настолько, там с трех, с четырех лет, я же не знаю, с какими они там это работают. И в них убивают и женское начало, как выясняется. Там еще много всяких нюансов, которые нам по-человечески даже и не понять. Ну, просто сейчас посмотрите категорию 14, я просто не помню, какая точно, у детей в детском фитнесе, там 14-16, да они все говорят, они все хотят дальше продолжать. Им интересно, они будут и в 16, и в 17, и в 18. Ну, вот смотри, я не знаю, им интересно, это, ты сейчас, по-моему, это, Антониной сейчас перекрасилась, это самое, просто у нас, вот в Питере, там целая какая-то, это, кто-то там ездит, там куча тоже, так сказать, девочек, но они куда-то все потом практически деваются, их нет в том количестве, в котором они ездят на чемпионаты России, там или не ездят на чемпионате Санкт-Петербурга выступают, они тоже куда-то деваются, их нет. На самом-то деле, так почему, как бы, все заканчивают школу, и тут дальше, и потом, если они, как бы, проходом, периодом, 17, 18, 19, они возвращаются, как бы, Некоторые приходят, посмотрите сейчас на фитнес, взрослый фитнес, все после 30. Ну, ну, реально, как бы, где-то, получается, 27, 28, ну, как бы, Назаренко, кто у нас там был, Алевтина была, 35, 36, посмотрите, как бы, на россиянке все, как бы, возрасте, никого нет, там, 17 лет, нет, молодых таких нет, вообще нет, сейчас еще это бикини появилось, так вообще, как бы, желание, себя, не хочет сильно надрывать задницу, но ради чего? Ясно, ясно, ну, как бы, а вот то, что практиковал, там, Сантоха, президент, и в Биби, там, поощрять, там, премию давать, за, там, лучшую произволку, там, 2000 евро, там, на чемпионате, ну, что, там, получил, Абитин, насколько я помню, один раз. А был один из чемпионат, да, должны были давать шестерки, дали тройки, и абсолютки еще дали, как бы, первое место, деньги получили, это был один из чемпионат, как бы, сказали, почему так случилось, потому что, лично спонсоры, пройдет соревнований, захотели дать им на этой категории. В фитнесе должно было быть, и вот так вот. То есть, твои точки зрения, все-таки, дальше возвращаемся назад, отматываем, получается, что, если смена поколения есть, то, все-таки, будет какое-то развитие, или нет? То есть, вот эти маленькие... Какая должна быть база? А с чего, как бы, мне, почему? Мне многие пишут, девушки в 17-е, я хочу в фитнесе выступать, что ты занималась, не течением и занималась? Ну, окей, как бы, давайте какие-то там, базу какую-то по гимнастике, начинать изучать самостоятельно. Ну, в 17 лет, как бы, это немножко тяжеловато, да, там, уже поздно, мне кажется, Ну, при желании можно, что-то там, 2-3 года, конечно, это не месяц, это не просто посидеть на диете, тут надо повкалывать год, два, три, чтобы потом что-то сделать. Ну, у нас люди к такому не хотят стремиться, у нас полгода, и нужно что-то дать нашли. А где обучаться гимнатик, кто будет учить акробатики? Никто. Никто не возьмет, потому что они тут даже в зале. Это следующий, кстати, вопрос. Вот смотри, вот как ты считаешь, вот смотри, фигурное катание, да, у нас сейчас вот раскладки дают, там, сказать, за каждый элемент, количество баллов, очков, там уже какие-то мировые рекорды по очкам, по баллам, какие-то делают. У нас в фитнесе такое можно сделать, это уже произвольную программу, какую-то расстановку. У взрослых нельзя.